Жителям этого посёлка в 30 километрах от Афин приходится в спешном порядке покидать свои дома. Пожарные пытаются взять под контроль этот очаг пламени у самой греческой столицы. Всего несколькими часами ранее огонь приблизился к месту проведения Древней Олимпиады. Благодаря самоотверженной борьбе со стихией удалось спасти одну из самых ценных достопримечательностей страны. Но в десятках мест пламя всё ещё бушует. Пожарные выбиваются из сил после многочасовой работы. И греческие власти предостерегают, что самое худшее может быть ещё впереди. Мы ожидаем сильный западный ветер во многих районах нашей страны. Мы говорим о беспрецедентной ситуации после многодневной жары, которая превратила всю страну в пороховую бочку. В отдельных регионах Средиземноморья уже несколько дней зной достигает 40 градусов. Десятки пожаров пылают и на итальянском острове Сицилия. Местные власти заявляют, что всему виной поджоги. Но многие считают причиной бедствия изменение климата. В глобальном масштабе минувший июль стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. С учётом тенденций глобального потепления мы будем наблюдать подобные температурные рекорды и в будущем. Пламенем объяты многие туристические регионы, которые и без того уже сильно пострадали от пандемии. В Турции огненный шквал обрушился на электростанцию, питающую энергией всё Эгейское побережье. Тысячам жителей пришлось эвакуироваться по суше и по морю. Но есть и такие, кто отказался покидать свой дом. Если станет ещё хуже, придётся всё бросить. Но мы не хотим уходить первыми. Это наши родные места. Мы всегда жили здесь. Здесь у нас дом, работа. Я занят в сфере туризма. Как нам быть? Куда мне идти в мои годы? Я живу здесь. Это мой дом. Я был готов чуть ли не в море с обрыва броситься. Но Аллах уберёг. Поэтому вот сижу дома с телефоном наготове. В результате 11-часовой битвы с огнём электростанция была спасена. Турция переживает самые страшные лесные пожары за последние десятилетия. Выжжены гигантские территории. Лето перевалило за середину, но передышки не предвидятся. Ни для Италии, ни для Греции, ни для большей части Южной Европы. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...